Азан.кз представляет По воле Аллаха мы продолжаем уроки по воспитанию своего нафса. На прошлом уроке мы разбирали, какими бывают грехи от языка. Один из видов греха. Как приводит имам Абу Хамид Аль-Газали, это ссоры, раздоры. Хадиси Атайши, рода Аллаху Анху, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Самым ненавистным перед Аллахом является враждебно настроенный непримиримый спорщик, то есть тот, кто любит много спорить и не желает слушать своего оппонента». Абу Хурайра, рода Аллаху Анху, передал, что посланник Аллаха, саллаху алихи вассалям, однажды сказал, что в раю есть большие комнаты света. Сахабы спросили, «О посланник Аллаха, для кого эти комнаты?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «Эти места для тех, кто подаёт людям милостыню и говорит им добрые слова». Всевышний в Коране говорит, «Говорите людям прекрасное». Сура Аль-Ба'кара, аят 83. Когда человек ссорится, он лишается возможности получить благо от добрых слов. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Доброе слово» — это садака, хадис от Бухари. Также в ещё одном хадисе он говорит, «Защитите себя от огня хотя бы с помощью половинки финика, а кто не найдёт и этого, то с помощью доброго слова Бухари, муслим». То есть даже добрым словом человек может защитить себя от огня ада. Наши предшественники, учёные, говорили, «Не жалейте добрых слов для людей». Во-первых, от этого ты получишь благо от своего Господа. Во-вторых, это садака, которую ты раздаёшь. В-третьих, доброе слово укрепляет отношения между людьми. Умар, рада Аллаху Анху говорил, «Благодеяние — это не сложно и не тяжело. Улыбка, приветливость и доброе слово — это тоже благодеяние». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, порицал напыщенное ораторство, сторонился людей, разглагольствующих. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Воистину, перед Аллахом и самыми близкими ко мне в судный день будут наилучшие из вас по морально-нравственным качествам, а самыми ненавистными из вас перед Аллахом и самыми отдалёнными от меня будут болтливые, то есть невежды, а любители пустопорожней речи, пустословные философы, говорящие напыщенно, хвастающиеся». Следующая беда, к которой человека приводит его язык, — это сквернословие. Наша религия это порицает. Хадиси приводятся. «Поистине Всевышний Аллах ненавидит произносящего непристойности и сквернословящего». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Несвойственно верующему не ругать, не проклинать, не произносить непристойности, не сквернословить». Хадис Ат-Тирмизи. Сквернословие — это речь, наполненная неприличными выражениями, непристойными словами и бранью. В основном скверные слова связаны с тем, что должно быть скрыто. Человек должен сторониться этих слов и не приучать свой язык к непристойным словам. Ведь сам Всевышний, говоря о супружеской близости, использовал слово «прикосновение» и тому подобное. Ещё один пример справил нужду вместо непристойных слов. То есть о подобных скрытых действиях желательно говорить иносказательно. По мнению имама Газали, причиной сквернословия является бесстыдство, привычка человека применять такие слова в речи. Второе — это окружение, когда вокруг все применяют ненормативную лексику. Передают, что один бедуин сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует, «О посланник Аллаха, я человек грубый, дай же мне наставление». В ответ пророк ответил, «Ни в коем случае не проявляй высокомерие, ибо Всевышний Аллах не любит этого. Если кто-нибудь станет бронить и укорять тебя за твои недостатки, о которых ему известно, не укоряй его за его недостатки, известные тебе, и ты получишь за это часть его награды, а он понесёт на себя бремя греха, и ни в коем случае не брони никого». Ахмад. Язбин Хамад рассказывает, «Однажды я спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «О посланник Аллаха, один человек из моего племени оскорбляет меня. Могу ли я ответить ему тем же самым?» Пророк ответил, «Оскорбляющие друг друга — это два шайтана, ругающие друг друга. Абу-Дауд. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине поношение человеком своих родителей относится к числу чашких грехов». Люди спросили, «Как же может человек поносить собственных родителей?» Он сказал, «Если он станет поносить отца другого человека, а тот примется ругать его отца?» И если станет поносить мать другого человека, а тот примется ругать его мать, Муслим Аль-Бухари. Другой вид беды от языка — это проклятие. Проклятие в исламе является порицаемым, даже если они направлены на предмет или на животное. Само слово «проклятие» означает «Пожелание отдаления и лишения милости Аллаха». Разрешается проклинать грешников, проклятие которых установлено шариатом, как, например, Абу Джахль, фараон или шайтан. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Верующий никого не проклинает, не грубит и не ведёт себя безнравственно». Хадис от Термизии. Что касается проклятия определённого человека, то это может вам навредить, ведь Аллах милостивый, и всегда есть возможность того, что тот человек примет ислам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Знайте, проклятие того, кто несправедливо проклинает других, вернётся к нему Абу Дауд». Имран Ибн Хусейн рассказывал, «Однажды мы вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, отправились в поход, и одной женщине из ансаров принадлежал верблюд, который очень медленно шёл, на что женщина сказала ему, «Шевелись, да проклянёт тебя Аллах». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, «Кто это проклинает своего верблюда?» Женщина сказала, «Я, у посланника Аллах». И пророк ответил, слезая с него, «И не сопровождая нас с проклятым верблюдом». Хадис от Муслима. Про тех, кто постоянно проклинает других, посланник Аллах, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Те, кто проклинает других, в судный день не станут заступниками, и их свидетельство не будет принято». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил своим сподвижникам оскорблять неверных мушриков, убитых в битве при Бадрах, сказав, «Не оскорбляйте их», то есть убитых, «Поистине, до них не дойдёт ничего из ваших высказываний, но вы навредите живым, ибо набиду не». Во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, один сподвижник злоупотреблял спиртным, за что его не раз наказывали, и один из сподвижников как-то сказал, «Проклятие Аллаха на него, сколько он может пить?» На что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «Не помогай шайтану перед братом твоим по вере». То есть эти слова могут обратно повлиять на него и стать причиной ещё большего вреда. В другой версии этого хадиса говорится, «Не говори так», потому что поистине он любит Аллаха и его посланника. Этот хадис указывает на то, что не разрешается проклинать грешника, определённо указав на него. Есть и другие виды грехов от языка. О них по воле Аллаха расскажем на следующем уроке. Да поможет нам Аллах отдалиться от всего запретного, к чему влечёт наш язык. Субтитры подогнал «Симон»